Пожилой Амич попался на удочку мошенницы. Незнакомка на улице заверила мужчину, что последнюю пенсию ему выдали банкнотами старого образца. И тут же предложила поменять купюры на новые. Что из этого вышло, смотрите в нашем сюжете. Пожилой Амич возвращался домой из магазина, когда на улице к нему обратилась незнакомка. Дама представилась сотрудницей пенсионного фонда. Она рассказала мужчине, что пенсию, которую он получил недавно, выдали старыми купюрами. Якобы они уже вышли из оборота и любезно предложила исправить ситуацию тут же, на месте. Вам выдали пенсию, пятитысячными, старыми. Давайте, у нас не было в пенсионном фонде новых, сейчас поступили. Давайте я вам поменяю. Вот. Прошла сюда, подошла туда, к этому шкафу. Он вытащил эти пятитысячные. Ну и тут у столика, не знаю, стояли, меняли. Пенсионер поверил и обменял 25 тысяч рублей на билеты банка приколов. Когда я посмотрел, сравнился, номера нет. Там, знаете, номер. А тут, вот это сразу. Надо было сразу обратить внимание, что-то далее. Чтобы поймать преступницу, полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих домах. А вот приметы мошенницы. Женщина на вид около 50-55 лет. Плотного телосложения, кожа смуглая. Была одета в пальто бежевого цвета с капюшоном и серую шапку. Если вы сможете помочь следствию, позвоните в полицию. Следователем отдела полиции номер 11 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. За подобное преступление обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы. Ну а полицейские напоминают пожилым омичам. Не доверяйте незнакомцам на улице. Байки о пенсионной реформе, обмене денег, компенсациях по устаревшим вкладам – типичная схема аферистов.